27 января... Колпашицы почтили память погибших во время блокады Ленинграда. 27 января – особая дата в истории нашей страны. В этот день, в 1944 году, была полностью снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней и ночей. В память об этом событии в Колпашеве ежегодно проходят патриотические мероприятия. Мы собрались с вами, чтобы вспомнить героизм ленинградцев и почтить о них светлую память. 27 января заместители главы Колпашевского района Антона Геев и Дмитрий Гришаев, а также воспитанники Колпашевского кадетского корпуса, торжественно возложили цветы к памятнику воину-освободителю. Работники Центра культуры и досуга присоединились к российской акции «Блокадный хлеб». Ее ключевым символом стал кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый тяжелый период блокады Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» – это память. Память для нас о тех суровых днях, о той блокаде, когда выдавали всего лишь 125 грамм вот этого блокадного хлеба. Для нас, для всех, особенно для молодого поколения, чтобы они помнили о тех суровых днях, чтобы они ценили, каким трудом доставался этот хлеб. Ну и помнили о тех страшных днях Великой Отечественной войны. Мы должны помнить об этом. И страшно представить. Не дай бог это никому. Слава богу, что мы живем в мирное время, и наши дети досуто кушают этот хлеб. Работники культуры раздали горожанам более сотни порций блокадного хлеба с информационными материалами о том, как выживал несломленный город. Что для вас вот этот хлеб? А это детство моё воспоминание. Все эти вот... Но скажу, что ещё хочу сказать, что всё-таки мы движели нормально. Хоть не хватало, но люди любили друг друга, как с уважением поносили, с добром друг к другу. Жительница Колпашева Вера Ивановна Медведева родилась в 1946 году. С продовольствием в послевоенное время было непросто. Я родила в 1946 году в Ярославской области, Ярославский район. Хлеб у нас пекли, или беда была, и всё присутствовали. А весной мы собирали, не я, конечно, собирали, мои сёстры, картошку, которая осталась с осени в поле. И это тоже мы ели. Щавель собирали, всю траву собирали и ели. Колпашевские библиотекари подготовили видеофильм под названием «Свеча памяти». Он повествует о тяготах и лишениях, которые ленинградцы пережили на протяжении двух лет и четырёх месяцев осады. Фильм рассказывает о подвиге защитников города через их воспоминания, историческую фотохронику и стихотворения поэтов-блокадников. Да, Ленинград остыл и обезлюден, и высятся пустые этажи. Но мы умеем жить, хотим и будем. Мы отстояли это право жить. Фильм о событиях, происходивших в Ленинграде в Сырковые, очередное подтверждение того, что память о подвиге ленинградцев будет жива. «Здравствуй, Степан. Пишу тебе из осаждённого Ленинграда. У нас всё хорошо, пока держимся. Хотя продуктов часто не хватает. Вчера я взяла хлебные карточки и пошла в булочную за хлебом. Простояла в очереди 12 часов. Только вышла, какой-то парень вырвал у меня хлеб и убежал». Освободить Ленинград от фашистских захватчиков удалось в ходе Ленинградской-Новгородской операции. В 1944 году город был измучен борьбой, но не сломлен духом. В числе первых Ленинград получил звание города-героя. В канун этой памятной даты сотрудники читального зала Центральной библиотеки призывают колпашевцев присоединиться к акции «Свеча памяти». 27 января в 8 часов вечера следует зажить свечу памяти на окнах своего дома, чтобы вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые более двух лет боролись за свои жизни и жизни родных, окружённые врагами. И зажжённой свечой пред окном с вами мы постоим в этот вечер.